Итак, всем привет, с вами на ТВГ, продолжаем играть за австрийское ариософийское государство под предводительством нашего прекрасного Лебенфельса, да. И у нас тут пошла война с Сербией, с Румынией, Грецией, и мы еще не совсем закончили войну с нашими бывшими субъектами, еще остается Галиция. Кстати говоря, посмотрел, оказывается, в суде это куча нефти была, и теперь эта нефть наша, мы просто, ну, невероятное количество ресурсов теперь имеем, супер. Нам бы только резину еще так же найти, было бы вообще прекрасно. Но, в целом, по нефти, я думаю, мы точно теперь будем богатые, тут еще и в Албании, и в Румынии мы захватим, и, не знаю, может, Болгария там посмотрим. В общем-то, с нефтью все отлично, флот нам будет чем, да, заправлять авиацию, будет чем заправлять танки, которые мы в будущем будем делать, тоже будет чем заправлять, отлично. Остается только все это победить и создать нам, собственно говоря, танковую армию, воздушную армию достаточную. Сейчас у нас приоритет, это Галиция, конечно же. Потом, как мы с ней разберемся, можно будет эту армию, наверное, точнее, верхнюю армию, куда-то освободить. Я бы ее еще дотренировал, конечно, потому что я не очень люблю необстрельную губу, пускай, но пока здесь альтернатив особо нету, нам приходится. И, думаю, на Сербию мы пойдем в первую очередь в Грецию и потом там в Румынию. В общем-то, делом предстоит много. Потом еще, скорее всего, если говоря, Сербия великая держава, если она капнет, капнут и вот эти две, круто. Потом, наверное, пойдем против Германии. В любом случае посмотрим. И поехали. Мы заняли границы. Собственно говоря, теперь у нас хотя бы есть фронт какой-то, он держится. Можно также потихоньку делать истребители, я считаю, и приходится в воздухе завоевывать. Потом еще, наверное, штурмников добавить бы. И сейчас у нас в планировании наберут войска, после чего мы попробуем перейти в наступление. Здесь мы очень наголо, прямо под сербской границей, тренируем наши войска, потому что вроде как они не наступают на нас. Если наступают, мы прекратим, если будут наступать. А я бы очень хотел их дообучать, тем более, что я потом еще им добавлю медицину в дивизии. И я очень хотел бы, чтобы они реально были очень выкачанными, и у них все шансы таким стать есть. Что, вот видите, здесь кто-то вообще уже опытный, и много кто близко к этому. И начинаем наступление, планирование набрали, можно атаковать. Вроде как у нас все отлично, но логично все-таки, здесь все не то, чтобы большая армия. А те дивизии, что есть, они и те, ну, такие себе, по сравнению с нашими, конечно же. Так что мы пробиваемся. Германия отменила линлист, но логично. Мы еще, кстати говоря, получили ресурсы, поэтому еще двойнее логично. У нас вот эта вещь включит вероятность полного краха до появления бот-дэ снова. Понятия не имею, что это. Что такое полный крах, что такое бот-дэ. Придум только канцлера, только канцлеру. Как будто у нас еще одна какая-то революция будет, господи. Пожалуйста, давайте, не надо. Это делать все национальным, кстати говоря, это было бы прекрасно. Да. И вот вопрос, надо ли это найти, звучит очень опасно. Давайте, наверное, мэнпавер заберем себе. Думаю, будет неплохо. А мы можем общую мобилизацию? Нет, не можем. 70% фабрик у них нету, к сожалению. Кстати говоря, мы вот, видите, подчинение поднялось, и мы уже почти Германия по фабрикам. Супер. И начинаем мы также производить штурмовики потихоньку. Так, здесь мы немножко давайте отпушим их. И вообще, давайте остановим. Наступление. Аказаровский протест. Надеюсь, они не восстанут. Я бы хотел реально их дообучить тоже. Очень опасно, опять-таки. Ну, как опасно? Опасно это в том смысле, что... Если они атакуют, они победят, скорее всего, в каких-то направлениях. Но фактически, мне просто хочется, чтобы весь опыт шел сверхрегулярных. А не только докачивал их до обученных. И как раз-таки до первых регулярных. Так что мы можем никуда не спешить. У нас, в принципе, таймера никакого нету. Тут Германия еще долго будет воевать, скорее всего. Ну, блин, они прорываются, но... Я надеюсь, они остановятся. Обычно они останавливаются. И если они прорвутся, мы все равно сможем потом их победить. Потому что промышленность у нас, ну, шикарная. И мы же теперь получили новое снаряжение. Так что можно полевые госпитали, в принципе, поставить. Да, у нас почти все есть доп. Оснащение почти все грузовики. Я думаю, мы с того доделаем. А бонусы уже будут идти. И, конечно же, мы кого нужно дообучить, дообучим. Супер. Трипалитания, Каирский пакт. А, все. Азванская империя сдалась. Эх, ну, что ж. Еще за Болгарию, по-моему, будет война вот за эти территории. Ну, посмотрим. Это еще пока не сейчас. Египет объявил вторую войну Германии. Что ж. Слушайте, Германия объявила... А, нет, это Швейцария вступила в как раз кинтрансенал. А в Британии... Ага. Блин. Ну, разве появился Гордон Рамбель? Я думаю, ничего себе. В Британии патерналисты пришли к власти. Там есть синдикалисты. Черт, восьми. Вот основная проблема, почему Франция так сдает территорию. Ну, просто только они будут ли это что-то делать потом? Они куда пойдут? Очень интересно. Смерть Воробьев всегда произошла. Типа, куда они пойдут? Они пойдут в Антанту? Или будут сами воевать в Германии? Вариантов много. Посмотрим, что произойдет. Но... Очень-очень интересное событие. Здесь нету, там нету. В Швейцарии есть. Но этого же мало. Есть ощущение, что они реально просто проиграют. Ну, не слишком мало противников. В смысле у немцев? О, смотрите-ка. Останавливайте венгерское государство при выборе. Вопрос. Нет, почему мы должны собрать тех, кто сражался с нами? Нет, конечно же нет. О, есть материальный бизнес. Поздравляю тебя, базу алюминия. Сталь. Эти ресурсы нам, наверное, нужны. Эти тоже нужны. Это когда-то нам не очень хватает. И у нас сначала свести торговля не по земле. Значит, мы ее отменяем. Нам обязательно везти по земле. Просто только кому? Давайте вон Либерии будем давать фабрики эти. Отлично. И Павел Гибралтар. Слушайте, вот эти сейчас ребята здесь победят. Им еще Франция помогает. А потом-то они пойдут Франции помогать обратно, наверное, да? Тут вон французская поддержка есть. Слушайте, и здесь синдикаты тоже себя уверенно чувствуют. На самом деле у них очень много военно-заводов. Мир становится в интересную позицию. И Россия пока тоже ничего не делает. Куда она пойдет, тоже хороший вопрос. Слушайте, эта партия прям очень-очень такая неживная. Она может пойти куда угодно. Мы доставляем в наши дивизии ПТО и Арту. До 27-рок как раз таки. Чтобы уже эти дивизии обучались до своего идеала. Так что докачиваем всех, кому надо докачаться. И после этого они уже будут полностью набирать свой опыт. В идеальном варианте, без изменения будущего. То есть у них уже какого-то не будет подниматься. Единственное, я еще добавил бы в один момент реактивную артиллерию. Потому что я все-таки пошел в противопехотную атаку, да? Докторе на вторую. Так что реактивно-ракетная артиллерия мне очень пригодится. Казаровский переворот. Так-так-так-так-так-так-так. А, все-таки. Все-таки, но мы потеряли стабильность и политку. Надо бы знать, что нажать кнопочку на стабильность, наверное. Типа вот этого. Ну да, 05 стабильности. За политку, военобязанную и скорость становления. Да мне это устроит. В принципе, алюминий, слушайте, вообще у нас всего хватает. Я вижу смысла это нажимать. Ну вот начальник разведки можно и поставить. Кстати, мы там потеряли нового агента. Через вас не его захватят. Убьют, точнее. Это неприятно. Но, впрочем, Германия реально хочет нам дать снаряжение. Блин, давайте. Если вы будете внезапно давать снаряжение, я не против. Я хочу, чтобы Франция победила. Ну, либо не победила. Ну, как смогла камбэкнуть, по крайней мере. Вот, вот в чем идея. Потому что пока у Франции дела очень плохие. И я не вижу у них шансов на камбэк. Я вот сейчас ребята, да, обучаются все. И я думаю, буду начинать атаковать здесь. И буду двигаться в сторону войны с Германией. Скорее всего. Это еще стоило бы взять не перед этим. Так что мы сейчас, наверное, вот сюда добиваем наших врагов. И потом идем, скорее всего, против Германии. И падение Парижа. Блин, это мне не нравится. Умнисты, держитесь. Так, ну, а мы здесь готовы полностью, по ощущениям. Следовательно, сейчас мы будем приходить в атаку. О, падение Рима, кстати. Здесь тоже началась война. Но здесь у них она локальная. Вообще, нам будут тех поддержать, скорее всего. Вот этих к нам поближе будут. Но пока не будем вмешиваться, нам своих делов хватает здесь. И можем начать атаку, собственно говоря. И здесь уже, если что, мы под неким превосходством в воздухе уже воюем. Это приятно, конечно. Однозначно. И мы можем потренировать наш флот, наконец-то. Про товарища я вам скажу на это. Хотя мы же не там, да? Ну ладно. Так вот, у нас просто флот визни не весь вкачан. Поэтому давайте сделаем так. И сделаем мы вот так, чтобы очинились корабли, которым нужно починиться. Супер. И наши войска успешно подвигаются в сторону Галиции. Забирая себе новое нефтяное месторождение. Супер. Окружение раз. Здесь сейчас чуть-чуть тоже по активнее начнем воевать. И потом, наконец-то, перебросим это все на юг. Здесь мы, кстати говоря, уже исследуем третьи авианосцы. Построим их четыре штуки для нашего будущего флота. В принципе, он уже есть, но пока еще не супер боевой. Он просто солидный. И Галиция наша. Отлично. Эта армия отправляется, пожалуй, куда? В Сербию, наверное. Идти до Греции. Ну и что-то такое, наверное, мы построим. Максимум противопехотной атаки сюда навесим, потому что у нас бафы на нее. Что еще, наверное, сюда среднюю габрицу мы не будем ставить. Ну что еще и напротив танков у нас у атака есть бафы. И нам нужно как-то танки вражеские убивать. Так что все такое. Причем с литой броней, потому что я ожидаю, что у нас будет много военных заводов. И надо целиться сразу на что-то, пожалуй, лучшее. Да, 20 стоимость у него. В принципе, мы можем себе это позволить по ощущениям. Хотя, конечно, немножко дороговато. Ну и начинаем атаку в Сербии. Везде все зеленое, в воздухе все тоже зеленое. Отлично. Так, кстати говоря, можно куда-то, наверное, вот сюда. Да. Супер. И еще больше накачаемся мы в этот момент. Можно сказать, говоря, взломать еще кого-нибудь параллельно. Хочу с вами еще раз нажать стабильность. О, успел. Будет оккупировано. Все мы оккупируем, однозначно. И мы сейчас вообще идем туда в экономику. Я хотел пойти, да? Все, давайте, ладно, давайте пойдем вот сюда. Я не знаю, что это даст, что это сделает. То появление бот-дэш, что это такое. Звучит, как будто еще одно восстание. Надеюсь, нет. Но мы получим все 20 стабильности и 150 политики. Это круто. И получим потом еще здесь поддержку войны. У нас ее так много. Самое главное, мы сделаем все национальным. Это круто. И сможем потом попозже найти дойти вот до сюда, когда нападем на Германию. Кстати говоря, уже пора бы. Уже пора бы. Надо только давайте побыстрее. Черт, там можно было пройти все это время. Ладно. Тогда не надо терять время. Отправляемся в Румынию. Бухарист пал. В принципе, сейчас будет падать в Румынию. Нас там в Сербию захватывают, но это плевать. Нам главное в Сербию пробить. Да и Румынию было бы неплохо. Но вообще, по идее, после падения Сербии должна пасть Румыния. Так что только тут пробиться нам нужно. Да, так и есть. Сербия каплировала и все сразу сдались. Супер. Мы, конечно же, всех аннексируем и запираем весь лот. Тоже. Не забываем. Эх. Карта потихоньку в хорошие цвета крашивается. Но у нас нет времени. Мы готовим наступление в Германию. И оно будет очень резким и неожиданным. Что мы сейчас, смотрите, делаем этот фокус. Копим фокус. И когда-то она нас накопится заединить, сразу нажимаем на кнопку. Германия не будет ждать такого удара. И делаем мы вот такие вот авианосцы. 36 у них, кстати говоря, узлов. Скорость отличная. 4 штуки нам нужно. Столько заказываем. Пожалуй, по 5 еврофей на каждую. В общем, можно просто делать вот так. И, в принципе, вроде все должно правильно посчитаться. У нас не хватает теперь 120 стали. Ммм. Ну ладно. Россия нам ее продаст, я надеюсь. Сейчас мы еще национализируем кучу территорий. Тоже получим кучу ресурсов. Стали в самом числе. И нам очень мешают пираты. Я реально надеюсь, что этот винт... Точнее, этот матрификатор ждет. Но мне кажется, что... Он должен был как-то проходить, пока у нас есть вот эта страна. И это все с ней связано. Странно. Ну ладно. Так, судьба Греции. А оккупация, наверное, нет? Да. Давайте-ка вот это. Одное греческое королевство. У меня. Без территориальных изменений. Супер. Добавлен факт, мы можем стать добрующе в себе и не потерять за это стабильность. Не, ну давайте его передадим, наверное, что вот там корки. А я у тех и у тех, да, ну тогда, конечно же, Румыния. И... Да. Сейчас еще здесь всякие эти... Катруль на Друбинской нефти. О, это правильно. Нам не дали. Ну ладно. Итак, Германия закончила войну. Будет очень неприятно, если кто-то вдруг нападет в спину, да? Очень неприятно. Кстати говоря, насчет неприятностей при нападении в спину. А у меня же тут еще... Вот этот парень находится. Вот эта сторона находится в Альянсе Германии. Ну, благо, у нас опять-таки есть резервы. Другой вопрос, что вот если сейчас еще кто-то на нас нападет, резервов у нас уже не будет. Что мне дает идея того, что нам нужно их снова готовить. И теперь мы идем влияние на австрийскую молодежь. Оба на предложение из России. Ага, сервис в их страну. Ну, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Так, ребята здесь наступают, но как-то очень... Очень хило. Я не знаю. Мне казалось, можно намного сильнее наступать. Это не все провинции выкрывают. Тут туда-сюда. Это другое дело. Давайте. Здесь примерно аналогичная ситуация. Можно было бы побольше захватить. Давайте-ка это. Не ленимся. И начинается наша война. Очень успешно. Пока что так игра висит. А, я понял, что происходит. Германия тут территорию делит. Ну, пока она делит территорию, мы будем делить ее. И здесь мы призываем всех к войну. И нажимаем стрелочку, чтобы они атаковали. Они не атакуют. Ладно. Теперь потерпим. А что здесь происходит у нас? Нам хотят линдли сдать. Да, допустим. Мы смогли неплохую часть территории забрать. Так, три французских изнанников. О, они дали... Отдали французам их территории. Тех. Ну, ладно. А мы тем временем движемся в сторону Берлина, я полагаю. Война 8-я антифранцузская коалиция. А? Что? Ну, допустим. Там еще Болгария решила вступить в Рейхспарт. Черт, это вне наших планов. Но... Что мы можем сделать? У нас есть вариант 1. Допить Украину, пойти потом на Болгарию. Вариант 2. Отвести отсюда армию. Я думаю, вариант не рассматривается. Вариант 3. Потерпеть до того, как мы сможем развернуться от этих ребят. Да? Ну, наверное, так и надо сделать, по ощущениям. В общем, мобилизацию хотелось бы, но у нас не хватает поддержки войны. Вы что? В нашей стране? Не стыдно за наших людей? Сейчас разберемся с этим всем. И Румыния капнула, оставив нас в очень щекотливой ситуации, из которой нам сейчас придется аккуратненько выходить. Вот я всегда не люблю, когда из-за капа у тебя вот такая вот фигня происходит. Но вот она произошла. Ну, хотя бы здесь все отлично. И мы уже берем в Берлин. Так и есть. Австрийский раз ка проходит через Бранденбургские ворота. Супер. И эта армия готова, хоть в каком-то состоянии. Следовательно, что следовательно, нам нужно ее деплоить и пытаться защититься как-то. Я думаю, тоже мы попробуем не вот так, а воронительной линии, наверное. Какой-нибудь типа вот такой. В идеале бы вот по этой речке и стать. И было бы отлично, наверное. Посмотрим сейчас. И вот этой армии тоже сейчас придется как-то встать в оборону. Типа вот так, я полагаю. Ну, хотя бы в Германии у нас все прекрасно. Тут мы прям уничтожаем. Опять-таки, в Германии войска были здесь. Очень удачно мы начали. Плюс у нас, конечно, этот прекрасный баф. Просто шикарный. Поэтому германская армия просто не в состоянии с нами как-то состязаться. И не стоит забывать, что мэн пауэр у нас просто тонна. У нас столько бафов, но все еще только ограниченный призыв. Но при этом у нас какой-то космический процент еще умножается вон там эффективностью. Еще с ненациональных тоже кучу получаем. И это мы еще не национализировали все вот это вот, что мы здесь позабирали. Хотя комплайнс тут, конечно, большой. И нас здесь начнет пробивать на самом деле. Потому что, да, наша армия здесь, ну, такая себе. Они не заполнены полностью. Это все не обстрелянные ребята. Но как-то они хотя бы будут держаться. Нам самое главное задержаться до момента капитуляции Германии. Итак, есть влияние. Получили мы кучу национальных территорий. И теперь давайте дойдем сюда, наверное. Это мы потом сможем сделать. Хотя мы и так это сможем сделать, плюс-минус. Давайте куда пойдем тогда. Может, выстрелите ячейку следований, пожалуй, кстати. Которую я пока что еще и не брал. И нас здесь начинают очень сильно давить. Я думаю, надо вот таким вот образом перестроить здесь направление атаки. Блин, Болгария очень не кстати здесь напала. Это еще Германия, я вижу, перебросилась. Какие-то союзники Германии. Очень не вовремя. Но мы здесь что можем топим, на самом деле, неплохо. Вот наш работает. Но я перебрасываю войска вот сюда, чтобы держать их здесь. Возможно, вот это я тоже переброшу сюда. И вот здесь вот более узким фронтом мы и будем задерживать. Но самое главное, Германия там. Германия-то пушится. Только вопрос времени, пока она капнет. Так что мы отступаем вперед, так сказать. Капнуть Германию, пока не капнули нас. Республика Чили, ведь когда держалась, остальные нет. Ну и, главное, хотел сказать бы я. Но здесь вроде как работает так, что когда Германия капает, если Европа, в принципе, капает тоже. И да, я думаю, пора уже приходить к этому плану. Ладно, обороны уже именно вот здесь вот где-то. Блин, вот как-то так пообороняться на самом деле хотелось бы. Но я понимаю, что туда не успею пробиться. Поэтому надо что-то рисовать вот такое смешное. Наверное, я не знаю. А там дальше смотреть. Ну и вроде с новым фронтом контраблируем. Ситуация нормальная. Здесь, конечно, наши соединяем что-то атакует. Но вроде как здесь у нас все постабильнее. Можно, конечно, еще жестче. Вот так вот сократить. Но, пожалуй, это еще подержу. Так что потеряли, скорее всего, часть промышленности. Хотя, слушайте, вообще пыль. Мы ничего почти не потеряли. Что самое главное по потерям? Блин, ну меня устраивает. В целом-то. Да? Меня такие потери устраивают. И порт у нас еще остается. Так что мы все еще даже по вражескому флоту работаем. Супер. В целом ситуация контролируемая теперь. Здесь нас нигде вроде не пробивают. Но это пока нас не атакует. На самом деле мы еще можем начать терять территорию. В самый неловкий момент. Но вроде, вроде, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится, все остановилось. Вот тут еще и какие-то флоты. Периодически. Входим и уничтожаем. Так что я вообще рад нас. Наш кринж-марине, так сказать, раскачается. Это же, это же немецкий именно, да? Да, это вроде немецкий. Это даже не Ост, Ост, Ост Индия. Трах, респекта. Ну что, я могу сказать. С победой я вас всех поздравляю. Займет еще некоторое время рекомендация всех союзников в Германии. Но сама Германия уже, можно сказать, пала. Да, так и есть. Забираем ее себе. Ее флот тоже себе. Так, классование провалилось. Можно сказать, что Велико-Австрийский рейх готов. Надо вот этот вот фокус право сделать. Все-таки на самом деле будет. Но Велико-Австрийский рейх готов. И уже в следующей серии мы докажем тех, кто решил атаковать нас в спину. Так можно, конечно же, только нам. Так что им так нельзя. Мы их за это должны доказать. И разберемся с оставшимися союзниками Германии, которые еще не остановили сражения. Поставим их остановить. Постановим нашу державу. Немножко реитегрируем, я думаю, территории. И начнем думать насчет того, что тут у нас лежит на западе, на юге, на востоке. У нас варианты есть. Но мы, можно уже сказать, что полноправдный наследник священ Римской империи. А с вами был Дубгай. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, все, как, ребята, обычно. Дискорд уже не забывайте. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok